Всем доброго времени суток с вами Алексей и мы продолжаем играть в фарминг симулятор 15 на карте берег озера в прошлой части как вы помните мы до отвала напоили наших животных ну а в этой части у нас скоро созреет силос вот и уберем наше вот это вот 23 поле одно из созревших пока что потому как 24 у нас еще вот в стадии созревания из наших полей вот это единственное пока что осталось которая еще не убрана и так вот тому трактору не холодно я уже задал курс чтобы он работал с этим комбайном и собственно говоря запускаем нашего работника пусть начинает убирать это поле солому как известно эта культура не дает ну тем проще не придется лишний раз мерзать и что-то собирать так этот трактор пусть пока стоит так здесь что у нас с молоком а ну вот до тонны с пяти коров мы таки добрались так здесь производство пока продолжается так ты что у нас тут жду заполнения бункера хорошо ожидай так тут трава не выросла к этим что делали я уже забыл по моему возили по моему возили куда-то солому да так тут у нас производство пока что все стоят картофеля я там вижу 20 с чем-то тонн всего осталось так ну-ка здесь у нас насколько заполнен аппарат этот на 69 процентов да надо бы освобождать наверное так воды практически не осталось так ну с этим попозже разберемся вот она поле наше дозревает так тут давайте-ка вот этим автомобильчиком сейчас начнем заготавливать семена семена в наш аппарат сид мастер который благо ячменя пшеницы у нас уже хватает так а здесь у нас что нибудь хоть есть или он пустой ну-ка проверим так он пустой так тогда начать заполнение вот пшеницы пшеницы сейчас туда загрузим сразу наверное прицепа 23 я так думаю внутри не знаю но два наверно точно два наверно точно и хочу я вон тем он две теплички у нас стоят простаивают вода благо есть и навоз 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 то может быть тоже есть а вот чем его а собственно говоря у нас же там конвейеры так тем и проще да что ж такое мы просто значит загрузим грузовик так как выгрузим вот это вот уже задачка это уже задачка нужен погрузчик а погрузчик у наш у нас на силосе да так да вот он зрея ждет пока созреет силос чё тот пригнать ну пока что просто заполним их водой благо надеюсь тут получится как-нибудь сманеврировать этим неповоротливым товарищем так наполнить теплицу так наполнить теплицу в принципе оно и без навоза будет работать просто без навоза она будет переносить меньше дохода так есть наполнили ну сейчас посмотрим сейчас посмотрим денег у нас пока нету ну ну в дальнейшем надо будет такой же мелкий погрузчик наверное сюда все таки прикупить на ферме он никогда не помешает тогда что то я никак не могу сообразить вот так капустка и помидорчики так капустка и помидорчики все вроде как все так стой пока здесь так ну канолка у нас урожайность урожайность сами знаете хотя он стоит на поле значит один раз уже разгрузил это хорошо так да уже один раз разгрузил ну правда у него стоит 50% наполнения поэтому он не полный бункер не полный бункер выгрузил ну да ладно так даже здесь трава у нас созреет так а этим прицепом мы навоз так блин циклюсь я все выгружать то в теплице его только погрузчиком вот в чем дело так ну что сгоняем сгоняем все равно простаивает он тут у нас давайте сгоняем так нажму я на паузу как обычно скоро увидимся так ну вот приехали мы на нашу базу сейчас мы и посмотрим у кого мы сможем набрать навоза так интересно кролики нам много накакали здесь же навоз у них так вот так если посмотреть так у коров навоза чуть больше тонны эти нам навоз не дают так воу свиней в принципе много у телят у овец гуси то сколько делают нифига себе ну в принципе да сколько жрут столько и делают тут насчет гусей не поспоришь они такая у них прямая труба блин сожрал тут же раз и сюда так слушайте а куры куры вообще всех обогнали по этому делу ха 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 так может быть скоро нам и удобрения то не надо будет покупать вот в чем дело так а жидкого навоза у нас нету потому как у нас нету скорее всего травы или силоса или моносмеси ну можем а может они его и кстати совсем не производят это вполне вероятно я не видел там никаких бочек для жидкого навоза так что вот это вот вероятнее всего так кролики тоже неплохо ну давайте у кроликов заберем то что есть в ковш по идее он насыпаться должен да вполне себе сыпется навоз хорошо зайчики наши так в принципе этого ковша нам хватит на обе теплицы еще даже и останется наверное так так это же сколько три куба получается здесь я думал два куба так же как воды да три куба навоза так и у нас полторы в принципе все равно еще раз ездить ну давайте съездим не критично так по моему для навоза у нас есть хранилище так что будет его куда потом лишний высыпать так все да а нет криво подъехал значит не все или все все 3700 3700 ну ладно 700 значит высыпем в хранилище так и вообще надо будет записать наверное курсы теплицы база и база теплицы чтобы чтобы каждый раз вот так вот паузу не жать и время не отнимать как говорится отправил человечка а сам себе занимаешься другими делами потому как нам часто очень приходится туда-сюда мотаться да наверное так и сделаем так а навоз навоз у нас по моему где то где то там по моему где то там так вот рядом с компостом это компост а это что да вот он навоз так ну сейчас попробуем о высыпалась хорошо так ну за кадром я наверное запишу курс сразу же отправлю вот этого товарища туда куда надо мне надо сейчас посмотреть созрел ли силос да силос созрел это хорошо так курс мы в прошлой части с вами записали осталось только настроить положение лопаты так control delete мы именно такую установку дали для включения курс плея на этом тракторе потому как правая кнопка мыши здесь бывает нужна так и это у нас будет вот этот курс транспортировка нет 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 вот вот этот курс работа ковшом или как он там называется я забыл так и положение ковша собственно собственно положение ковша так загрузка надо сделать так чтобы он не скреб по земле как-то так попробуем сейчас так есть далее транспортировка так и чуть-чуть приподнят вот так предгрозгрузка высоко задирать не будем потому как так потому как яма у нас все равно утоплена пойдет наверное так ну и разгрузка собственно вот так вот будет вот что значит пункт готова поехали я не знаю ну нажмем на всякий случай и так загружаем курс ему силос 1 так и запускаем по маршруту здесь нету там стартовой точки продолжить маршрут здесь только так вот сейчас посмотрим как он с этим справится все опускает как нужно ковш загрузился сдаёт назад так так все работает и пошли денежки и пошли денежки 2 900 за 1 ковшик это же начало богатства друзья мои главное теперь этот силос как говорится не забывать пополнять вовремя так вот здесь меня волнует как он развернется справится ли ну как то корявенько корявенько конечно надо будет наверное курс переписать все таки цепляет точки но цепляет цепляет очень не очень хорошо скажем так 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 ну сейчас еще раз проверим во всяком случае можно будет потом курс переписать конечно конечно при записи этих курсов желательно не делать таких вот резких движений поворотов все более плавно потому как если один трактор с этим справится то другой трактор будет уже финти бобины вырисовывать так ну вот ну справляется конечно справляется но все равно в дальнейшем я этот курс наверное перепишу так хорошо хорошо так здесь у нас закончилась уборка мне кажется больше обрабатывали мы чем урожай собирали ну поля маленькие комбайн как мы видим жатко у него ого-го жатко здоровенное так вызовем наш транспорт он скорее всего даже ни разу на базу не съездил вот денежки пошли надо будет еще поля прикупать потому как с этих полей далеко мы с вами с этими полями вернее далеко мы с вами не уедем так все езжай разгружайся так а тебя мы сложим так и будешь ты где нибудь вот здесь вот пока куковать вот так вот так с тобой что делать дорогой мой товарищ так с тобой наверное сейчас мы напишем курс запишем курс так все таки наверное через триггер запишем вот чувствую я пригодится нам это так ну а пока я буду записывать курс я нажму на паузу как всегда и так курс записали обзовем его как база теплицы так 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 ну и проедемся будем наше топливо распихивать топливо у нас в избытке в этой бочечке сразу же будем заправлять наши агрегаты все абсолютно по всем проедемся так так разгрузить оп все все так ну здесь что проблемы с триггерами опять есть так так сюда нам топливо не требуется сюда нам только вода так ну и здесь у нас топливо скорее всего практически не не ушло нисколько все равно псыкнем каждую тепличку попутку а парк с погрузчик наш тот наверное сразу же отправим по новоиспеченному курсу так, ты приехал прерываем маршрут здесь ты более уже не нужен так, так, так тебя чем бы занять ага ты у нас можешь возить компост или, или, или так, ладно, жди пока здесь, никуда не убегай так, трава не созрела еще соломки бы я отвез на нашу лесопилку сразу же будем собирать ее с полей и отвезем на лесопилочку так, ладно, я хочу Вот денег уже сколько 34,5 Работает наш нехоланд Не зря мы потратились Так он получается буквально Меньше часа не пройдет Он за себя деньги отобьет уже О как Выгодное дело вообще этот силос На любых картах Где бы на каких картах я не играл Везде продажа силоса Это вот если Я говорю Удалось Заготовить сечку И заферментировать ее То это можно считать Началом богатства Главное теперь с этим Силосом Вернее сечкой Вовремя смотреть Вовремя свозить Туда конечно С кукурузки Получалось бы больше у нас Этой самой сечки Чем с травы Ну пока что так Для кукурузы мы потом Прикупим Вот Там прям рядом с БГА Вот хоть четвертое Хоть пятое поле Это вот И пустить его уже Как говорится Чисто Под силосную кукурузу Под кормовую вернее Вот тогда Дела пойдут Совсем замечательно Дела пойдут Совсем замечательно Так А что там кусочек остался Мы каждую соломынку Сейчас соберем Николай маменька В жопу Ага Не будем выражаться Про соломеньку Так Ну вот С этого Маленького пальца Прицеп соломы Хорошо Красота Чуть-чуть Только осталось Давайте отвезем На Пилораму Лисопилку Как Лучше Выразиться Так Вот тут я наверное уже Паузу Ставить Не буду По этой дороге Мы по-моему Еще не ездили Ездили вот только До мельницы Вот до этой Поэтому Прокатимся уже Сейчас выгрузим Наверное серию Будем заканчивать Ух ты Какие виды Открываются А вода Какого цвета Интересного На закате Да Классно Вот это Автору Как говорится Респект За такие вот Виды Только вот Почему оно на карте Вот это озеро У нас вот Как-то обозначено Серым Можно было бы Синеньким Каким-нибудь сделать Автор Хозяин Барин Как говорится Так вот тут Леса уже такие Ух ты Здесь водопадик Что-то я раньше Внимания не обращал Ой как красиво Вообще шикарно Офигенно Мне нравится Так Куда мы вообще едем Да Мы едем туда Куда надо Фрактор Фракторок у нас Резвенький Так Вот здесь даже лес Немножко подзатопило Интересно Вот эти деревья Срезаться будут Здесь в принципе Неглубоко Ладно То что-то мы Так будем ехать До второго пришествия Отворяйте ворота Сова Открывай Медведь пришел И разгружаем Все таки Выгодное вложение По-моему Самое выгодное Вложение соломы В этой игре Ну За исключением Животных Чем ее вот так Продавать За копейки Проще Вот ей заправить Лесопилку Так Лесопилка нам Какие деньги Приносит Четыре С лишним За Палету Вот и почти Вся ушла Солома Смотрите-ка Почти полный Прицеп у нас Ушел 601 Килограмм Остался Да Нехило Ай-яй-яй-яй-яй Так Давайте Бегаем Посмотрим Что у нас В итоге Получилось Сколько Влазит Так Ну 60 Кубов Соломы Получается Влазит И Наверное 50 Кубов Бревен Мне так Кажется Ну Хорошо Хорошо Пускай Все это Дело Работает Так Сейчас Еще раз Я Хочу Посмотреть На Нашего Силосника Силосника Сказанул Нью-Холланд И Наверное Будем Закругляться Так 52 Тысячи Ну Пол Ямы Он Уже Наприходовал Ну У нас Собственно Немного Здесь И было Так Немного Было Там Процентов 12 По-моему Было Ну Все равно Неплохо Все равно Неплохо Может Как раз Пальцо Какое И прикупим После того Как он Силос Продаст Ну Что ж Пожалуй На этом Будем Закругляться Всем Кому Понравилось Ставьте Лайки Пишите Комментарии Подписывайтесь На Канал И Всем Всего